здравствуйте с вами снова александр я вам сегодня расскажу о стопроцентном будущем хите от компании cybox я люблю этот бренд коляски у них великолепные cybox прям люкс вообще волшебная коляска единственная она премиум сегменте с очень дорогих материалов стоит денег кучу денег компания cybox сделала колясочку по сути очень похожую на прям но чуть-чуть удешевила все материалы используемые мы в ней и получилось то что получилось это коляска cybox balios s а а а а а а а а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Характеристики я ее назвал будущим хитом. Это вот я уверен, что так и будет, потому что она действительно крутая коляска. Давайте технические характеристики. Если видите люльку, естественно она с рождения, где-то до 4 лет и выдерживает ребенка порядка 17 килограмм. При том, при всем сама коляска легкая. Она весит 11, ну там с хвостиком еще пару сотен грамм. 11 килограмм. И соответственно, что еще надо, как говорится. Давайте изучение начнем сверху вниз. Ручка у нас по высоте регулируется. Я уже вам в других обзорах, где вот такая же система регулировки, рассказывал, что телескопическая система лучше. Отодвигаете ее и не пинаетесь ногами. При высоком росте это очень актуально. Ручка здесь реально очень удобная. Я не знаю, что это за материал. Такая очень-очень плотная губка. Наверное, резина. Что-то в этом духе. Но хват реально уверенный, четкий. Она не люфтит ничего. Создается ощущение такой очень добротной вещи. Действительно. Так, что касается люльки. Люлька здесь реально здоровая. Все точные технические характеристики в размерах, сантиметрах, там вот это все в описании пройдете, посмотрите. По ощущениям, да, она действительно большая, глубокая люлька. Ну, вы это видите. Она огромная, просто очень глубокая. И что мне очень нравится, она очень хорошо закрыта. Здесь дополнительные всякие козыречки, перегородочки, чтобы не сдувало. В общем, в этом плане все отлично. Давайте я открою. Накидочка. Вот она тоже такая утепленная, непродуваемая, естественно. Вот. Она, смотрите, какой у нее размер. Она действительно очень большая, глубокая. Внутри материал, наверное, такой же, как и в приаме. Очень круто, очень дорого ощущается. Матрасик, естественно, такой же, мягкий. И деревянное дно. Кому это важно, дно здесь деревянное. Соответственно, что касается козырька, давайте посмотрим. Козырек большой. Здесь я посмотрю, здесь, по-моему, нет сеточки. Да, здесь сеточки нет, но если что, можно просто вот так открыть, чтобы проветрить. Держится это все на кнопочках. Кнопочки я люблю больше, чем липучки. Они внушают больше доверия. Вот. Естественно, регулируется это все по наклону. Вот. Нету такого промежуточного положения. Здесь вот только вот как есть. Можно еще чуть-чуть вперед зафиксировать. Вот. Люлька действительно, по ощущениям, очень классная. И материалы, ну, прям реально отличные материалы. Так, давайте теперь перейдем к изучению прогулки, потому что про люльку особо много не расскажешь. Хорошая, удобная, широкая люлька. Ну, что еще надо? Вот. Что касается, как ее снимать. Здесь по бокам кнопочки. Нажимаем. Вот. Также здесь есть ножки для того, чтобы вы могли на землю ставить. Собственно, и ручка для переноски. Отличная люлька. Просто отличная. Так, давайте теперь я поставлю сейчас прогулочный блок. И мы посмотрим, что из себя представляет блок. Кстати, по поводу блока. Вот смотрите. Пока вы в люльке ездите, блок у вас где-то дома лежит наверху на шкафе, на шкафу. И, соответственно, мало места занимает. Очень удобно. Так, ставим. Так, стоять. Так, как вы видите, здесь система не гамаком, а обычная, ровная. Вот. Смотрите. И ребенок отдыхает. Естественно, бампер. Куда без него. Регулировочка происходит у нас вот с помощью вот этого рычажочка. Он такой приятный. Так, вот. Видим. Здесь получается у нас одно промежуточное и два крайних положения. Что еще классно? Здесь получается, ну, нету 90 градусов, конечно, но спинка не сильно, но завальная назад. Очень многим родителям вот нравится, чтобы именно вот такая система была. Ну, подножка, естественно, регулируется у нас. Куда без этого. И очень большая площадка для ног. Тоже очень здорово. Что касается безопасности. Естественно, здесь есть бампер, который как калиточка, калиточка откидывается. Пятиточечные ремни. Но вот нет мягкой накладки на паховой зоне. Казалось бы, ну, чего стоило ее добавить. Но ее нет. Кому это важно, вот здесь ее нет. Вот. Высота спинки тоже мне очень понравилась. Очень высокая. Сама сидушка действительно очень глубокая. Она вот прям приличная. Во многих колясках сама сидушечка покороче. И многим родителям это не нравится. Здесь прям такая большая площадка для попы и ребенка. Поэтому, я думаю, понравится. Так, давайте посмотрим сразу на багажник. Багажник здесь большой. Действительно, очень большой. Как практически, как в приаме. И что мне понравилось, он не... Нет у него вообще никакой сеточки. Здесь хороший плотный материал. Очень плотный. Здесь такое плотное, твердое дно. Ну, поделено чуть-чуть, подчисляем. Но все равно. И очень легкий доступ к багажнику. Вообще отлично. Так, давайте пока здесь сразу обратим внимание на амортизацию. Здесь на колясочке... Давайте посмотрим. Понажимаю, я покажу вам подробнее. Неплохая амортизация сзади. Давайте посмотрим, что спереди. И неплохая амортизация спереди. Вот. Насчет тормоза сразу смотрите. Отличный тормоз. Нажали. И опять нажали, поехали. Мы не пачкаем, не портим обувь. Это очень здорово. Передние колеса, естественно, с возможностью блокировочки. Все, и поехали. Это какое-то бездорожье покорять. Для зимы вообще отлично. Из небольшого минуса, чтобы я отметил. Вот. Один минус все-таки. Какой-никакой, не принципиальный, но есть. Вот небольшой клиренс. Бордюры и поребрики преодолевать будете? Будете немножечко чиркать. Но это при каких-то уж совсем высоких. А так, в принципе, нормально. Так, давайте теперь я сильную, очень сильную сторону этой колясочки вам покажу. Так, как она у нас складывается. Нам нужно для этого опрокинуть вперед. Вот вы видите сидение. Потом нажимаем сверху кнопочку. Вот. И, соответственно, ставим колясочку. Если вы заранее побеспокоитесь и заблокируете колеса, то она у вас будет вот в таком положении стоять. На мой взгляд, очень удобно, компактно. Ну, отлично. В принципе, придраться я не знаю к чему. Это реверсивный блок, не забываем. Эти коляски всегда большие, сложно видя. А в большинстве случаев, почти во всех, нужно вообще блок этот снять и отдельно положить. Вот это вот решение офигенное. Так, ну, насчет переносочки. Тут, к сожалению, я не вижу никакой ручки. Придется брать за раму где-нибудь, как-нибудь. Ну, не все идеально. Что ж поделаешь. Так, что касается как раскладывать. Здесь вот фиксатор с обратной стороны. Его убираем. Тянем за ручку. И открываем сидение. Все, ставим на место бампер и поехали. Козырек здесь действительно очень большой в прогулочном блоке. Есть смотровое окошечко для ребенка. Единственное, что я не совсем понял, почему он без магнита, без липучки просто вот лежит. То бишь, вот тут, ну, раз и все. Не знаю. Козырек, кстати, сейчас уже в максимальном своем состоянии не нужно. Вы можете его уменьшить вот таким образом. И даже вот в этом состоянии он большой. Вот. В принципе, по коляске добавить мне больше нечего. В двух словах мое мнение. В трех словах. Потому что вот действительно очень хорошая коляска. Мне она очень понравилась. И вначале сказал, что на мой взгляд, это стопроцентный хит по цене, качеству, по своим возможностям. Вот согласитесь, вот в целом, кто что-то такое ищет, вот здесь вобрано все, все необходимое для того, чтобы комфортом гулять с ребенком. С подросшим, с новорожденным. Она мягкая, качественная, удобная, просторная. Погулочный блок здесь реально классный. Вот. Поэтому я не знаю, какие у нее здесь минусы. Практика покажет, как говорится, эксплуатация этих колясок. Что люди будут говорить. Она новинка, она только появилась. Особо в городе ее еще нигде не встретите. Поэтому вот каких-то отзывов таких много, соответственно, нет. Я вам говорю сейчас, чисто мои впечатления от коляски. Очень-очень понравилась. Действительно, очень понравилась. Я очень рекомендую эту коляску. Вот. По своим характеристикам она действительно удовлетворит практически все требования. Даже кто хочет какой-то премиум себе там такой вот. В принципе, пощупайте, посмотрите, сравните с более дорогими тканями, материалами, колясками. Я думаю, что особо она вам меньше не понравится. Кстати, единственное, что я вам забыл упомянуть про колеса. Колеса здесь резиновые. Они не надувные, а именно резиновые. Вот. Это не полиуретан. Поэтому здесь получается чуть жестче, чем надувные. Но благодаря хорошей амортизации это все компенсируется. И вы их никогда не проколите. Поэтому, в принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Обратите на нее внимание обязательно. Если это видео вообще вам было полезно, интересно, ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь на канал. Мне это очень помогает делать для вас все больше и больше новых обзоров. И большое спасибо первой коляске за коляску Cybex Balios S за предоставленную на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясок для ваших детей. И всего доброго.